Здравствуйте, уважаемые зрители! Я приветствую вас на канале Строй Прогресс 31. И сегодня мы подготовили для вас проект двухэтажного современного дома с плоской крышей. Несмотря на свой нетипичный и эффектный дизайн, это вполне функциональный и практичный двухэтажный дом с тремя спальнями. Также в этом доме размещается гараж, есть два санузла, подсобные помещения и отдельная котельная. Такие дома пока еще не пользуются большой популярностью, в основном из-за того, что их постройку не назовешь экономичной. Но я рекомендую вам посмотреть это видео, возможно какие-то идеи, использованные здесь, покажутся вам интересными. Если вы еще не подписаны на наш канал, рекомендую вам сделать это, так как каждую неделю мы выкладываем новый проект дома. И возможно один из них окажется проектом дома именно вашей мечты. Заказать изготовление индивидуального проекта или приобрести уже готовый вы можете на нашем сайте. Тем более, что сделать сейчас это очень просто. Мы официально продаем проекты и принимаем оплаты с банковских карт. На вашу почту вы получаете проект в формате PDF и чек об оплате, который вы можете предъявить налоговой для получения налогового вычета на строительство. В нашей группе ВКонтакте вы можете наблюдать за строящимися нами объектами, а в инстаграме ознакомиться с планировками домов, представленных в данных видео. И сегодня мы, как и в других наших видео, сделаем сначала наружный обзор дома, затем прогуляемся внутри комнат этого дома, посмотрим, насколько в нем будет удобно будущим жильцам, а затем поднимемся повыше и поговорим о планировке дома и площадях комнат. Так что присаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь горячего и мы начинаем. Итак, давайте рассмотрим дом снаружи. Он у нас построен из газосиликата. Ну и чтобы фасад не был просто скучным, мы разместили вот такие деревянные панели, сделали ворота также под дерево и посадили плющ по углам здания. В районе, где у нас располагается гараж, у нас выполнена вот такая вот плитка, панели. Дом выглядит, конечно, очень современно и, я думаю, будет радовать глаз будущего хозяина не один год. Здесь у нас имеется лестница наверх. Ну, делать ее или нет, это уже, конечно, на ваш выбор. Можно ее сделать повыше, чтобы дети не могли забираться наверх. И сзади у нас дом также выглядит интересно за счет сочетания белой декоративной штукатурки и панелей под дерево. Также у нас здесь имеется вот такая терраса. Предполагается, что сверху она будет крыться стеклом или, может быть, даже поликарбонатом. То есть, чтобы у нас попадал свет, чтобы она не стучала под дождем. И в то же время, чтобы, собственно, дождь не падал на вас в плохую погоду. Итак, давайте пройдем внутрь дома и посмотрим, что нас здесь ждет. Тут мы видим, что у нас крыльцо, по сути, крытое за счет террасы на втором этаже. Мы заходим в дом. И здесь у нас имеется тамбур. Направо у нас выход в гараж. Имеется место для большого шкафа. И сверху также место для небольшого шкафа, зеркального. И для того, чтобы поставить здесь тумбочку, складывать какие-то вещи и прочее. В гараже у нас места достаточно и для машины, и для того, чтобы там чем-то заниматься, что-то опять же складывать. Вообще, в этом доме у нас много мест, куда можно что-либо складывать и заниматься какой-то хозяйственной деятельностью. Итак, мы проходим в дом. Справа у нас здесь небольшая кладовочка, опять же. И прямо у нас идет наша ванная, наш туалет. Ну, а слева наша гостиная и кухня. Мы еще туда вернемся. Так, проходим в душ. Здесь есть место для стиральной машинки, для того, чтобы поставить умывальник с зеркалом. Ну и, собственно, наш унитаз и душ. Мы не стали здесь ставить обычную какую-то душевую кабину. Здесь выполнена вот такая ниша. Это намного удобнее, эстетичнее. И, я думаю, принесет вам гораздо больше удовольствия, чем тесная душевая кабина. Итак, заходим в нашу жилую часть. По левую сторону у нас гостиная. Здесь хватает места для большого дивана, чтобы поставить телевизор и прочее. И у нас имеется выход на террасу. И также здесь у нас кухня. Кухня не очень большая, но и не маленькая. Ее плюс в том, что на ней, во-первых, все помещается. А, во-вторых, ее можно выполнить как совместной, так и раздельной от нашей гостиной. И у нас здесь имеется котельная. Котельная – это, по сути, также еще одно подсобное помещение. Его можно использовать хоть как постирочную, кому как удобно. Итак, теперь давайте пройдем на второй этаж. И посмотрим, где будущие жильцы будут спать. Итак, мы поднимаемся на второй этаж. Здесь у нас слева две детские спальни. Посередине у нас санузел, ванная. И родительская, большая спальня. Давайте начнем с детских спален и закончим самым интересным. Итак, первая детская спальня. Здесь есть место для кровати, для рабочего пространства, где делать уроки. И, собственно, для шкафа. Комната небольшая, но она уютная. И, в принципе, места для всего хватает. Теперь давайте пройдем во вторую спальню. По сути, она по площади у нас подобная. Также место для кровати, для рабочего пространства. Можно сразу и в окно смотреть, и свет попадает, его много. И, собственно, у нас имеется здесь большой шкаф. Закончили с детскими спальнями. Плюс в том, что у нас родительская спальня, она никак не граничит с детскими спальнями. То есть, звукоизоляция у нас будет замечательная. Никто никому мешать не будет. Посередине у нас имеется наш санузел. Здесь мы не делали душ. Здесь у нас полноценная ванная. Конечно, вы можете договориться со своими детьми, чтобы они ходили вниз в душ и в туалет. А ванна будет исключительно ваша. В таком случае, в принципе, можно даже и выход сделать из спальни ванну. Ну и мы проходим, собственно, в нашу спальню на втором этаже. Она у нас очень светлая, приличного размера. Здесь у нас имеется окно во весь рост. Делать его или нет, это, конечно, уже ваш выбор. Потому что будут сложности в плане отопления. Нельзя поставить просто радиатор. Но, с другой стороны, это выглядит, конечно, шикарно. И здесь у нас имеется сразу гардероб. Довольно-таки большая гардеробная комната. Проблем с хранением вещей здесь не будет. И также у нас выход на террасу на втором этаже. Конечно, учитывая, какая это большая терраса, можно сказать, что это для родителей-эгоистов. Ведь только у них будет выход из спальни на эту большую террасу. Но зато проводить здесь время, я думаю, это реально сплошное удовольствие. Большая территория продувается. Свежим воздухом. Конечно, выглядит это очень здорово. Особенно, если у вас есть на что посмотреть за вашим домом. Итак, а теперь давайте поднимемся повыше. И посмотрим на планировку нашего дома с более привычного ракурса. Друзья, спешим сообщить, что мы дополнили состав нашего рабочего проекта дома. Теперь это не просто набор чертежей и размеров для строителей, а настоящее пособие для всех, кто начинает строить дом. Здесь собран наш опыт и практические знания, которые помогут вам не только изрядно сэкономить на строительстве, но и не допустить основных ошибок, с которыми часто сталкиваются при строительстве своего первого дома. Нюансы поиска рабочих, ключевые моменты и популярные схемы обмана стоимость проекта окупится для вас уже на этапе фундамента. Вы, конечно, можете начать строить дом по планировкам, имеющимся на нашем сайте, но поверьте, это не да экономия. По умолчанию мы готовим для вас проекты в формате А4, чтобы их было удобно распечатывать в необходимом вам количестве. Но при желании мы можем сделать это в формате А3. Итак, давайте начнем с планировки первого этажа. Площадь гостиной 18,5 квадратных метров, площадь кухни 9 квадратных метров, площадь котельной 5,2 квадратных метра, на ванну у нас уходит 7 квадратных метров, хоз помещения площадью 3,3 квадратных метра, холл 5 квадратных метров и тамбур 6 квадратных метров. Гараж у нас здесь площадью 26 квадратных метров, а терраса 32 квадратных метра. Теперь давайте рассмотрим планировку второго этажа. Площадь взрослой спальни 13,5 квадратных метров, площадь первой детской спальни 12 квадратных метров и второй спальни 9,6 квадратных метров, площадь ванной 6,7 квадратных метров. Также у нас имеется гардероб площадью 5,5 квадратных метров и холл площадью 7 квадратных метров. Общая площадь нашей террасы целых 39 квадратных метров. Вот такой проект двухэтажного дома с плоской крышей и гаражом Я надеюсь вам понравилось это видео, раз вы досмотрели его до конца Мы прекрасно понимаем, что данный проект кому-то может очень понравиться А кому-то совсем не придется по душе Но в любом случае мы будем рады прочитать ваши комментарии по этому поводу А если вы присматриваете одноэтажный дом или дом с более классической компоновкой Рекомендую вам пройти на наш канал и посмотреть другие видео, которые есть на нашем канале Каждую неделю мы выкладываем новый проект дома И я надеюсь, что в следующий раз мы сделаем проект дома именно вашей мечты Большое спасибо за просмотр Не забудьте подписаться на наш канал Всем до свидания